Я пришёл к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, что она горячим светом по листам затрепетала. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждый, каждой птицей встрепетнулся, и весенний полон жазный. Рассказать, что с той же страстью, как вчера пришёл я снова, что душа всё так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду. Петь, но только песня зреет. Лицо, можно сказать? Инна, скажешь с вами? Холл щадор и богат. Автор этих стихотворений кто? Фет. Точно? Точно. А цветочек откуда? С усада. С какого? С бабушкиного. Точно. Кто выращивает? Мы с бабушкой выращивали. Для чего? Для подарка маме. Милый, ты для меня цветочек выращивала. Да. А что там ещё растёт, расскажи, пожалуйста. Там растёт много чего у неё в саду. Много разных цветов. А насекомые нафига мне туда домой притащили? Видишь, там муравей огородный. Прям сразу экспресс-доставкой. Сегодня содрали? Да. Вот прям экспресс-доставкой. А там сколько было насекомых? Много комаров. А в папиной машине там не осталось учения? Осталось. Точно, да? Точно. Я там одного уже прихлопнул. Папа будет ехать, его будут эти кусать комарики. Да. Как цветок называется? Цветок называется пион. Сорт Луизы Лосинг. Потому что папа сильно любит маму. И он приказал, чтобы на даче выращивались только те цветы, в названии которых есть имя мамы. Поэтому все пионы, розы, сирени называются Луиза. Правда, что ли? Да. Они красивые. Очень. Невероятно. В основном все розовые, да? Да. Но ты их поливаешь, стрижёшь с бабушкой. А папа-то удобряет их или нет? Папа нет. Только я с бабушкой. Вот так вот. А папа покупает? Папа семена только покупает. Все, скажи, цветы, которые там растут, они называются Луиза. Да. Специально, да, для мамочки любимой. Любишь, что ли, меня? Очень. Я желаю всем женщинам счастья, любви, подарков, здоровья и, конечно же, цветов. Муа!